Всем привет, вы на канале DoubleTop, меня зовут Гнат и сегодня мы разберем самое дорогое и крутое крипто комьюнити в мире Альфа Нансен, интересно? Погнали! Итак, друзья, это будет на самом деле не такой долгий разбор, потому что я хотел бы как-то более подробно это все рассказывать, но не тут-то было. Начнем с простого. Вообще Нансен, это изначально ончейн аналитика, то есть там по сути дела ты пользуешься специальным софтом, чтобы вот этот пионер стоит 99 долларов в месяц, там ончейн аналитика, ты можешь кошельки поискать, пытаться найти там какой кошелок начал что-то скидывать, какие-то взаимодействия, то есть ончейн не копаться, это супер круто, я это даже разбирать не буду, потому что все-таки мы не этот продукт смотрим, мы смотрим профессионал, в который входит самое главное альфа комьюнити, оно стоит вот 990 долларов в месяц, безусловно это связано с тем, что у них очень крутые ребята, там хеддут в ресерч, я вижу SEO, CFT Capital, Venture, какие-то ребята с проекта, то есть наверняка люди, которые 12 тысяч выбрасывают вот типа по приколу, потому что сейчас поймете почему по приколу, они достаточно уважаемые ребята, хотя может их почти берут по блату, я уже даже не знаю, вот может быть маркетинг в Тэна его взяли, потому что он в Тэне работает, надо брать. Просто действительно, когда мы погружаемся в Nansen, у нас начинаются вопросы, потому что ну я не могу сказать, что здесь типа ну роли я себе могу выбрать, окей, кстати ну такое, потом тут по серверам, ну очень сомнительное объяснение, я не знаю как все это сразу понять, и что я типа должен уже все понять, что я тут делаю, после вот этого вот прочтения, не могу сказать, что тут прям много. Объяснение, онбординг, это какое-то происходит, тут типа, как будто идея, знаешь, на то, что раз ты такой умный, что здесь 12-ка, ты потом сам разбирайся. А мне кажется, ты потом купил за 12-шку, ну сидишь, думаешь, что я, блять, купил. Потому что, ребят, ну анонсы, то вообще просто посмотрите на наполнение, во-первых, посмотрите, вот видите сколько комментариев, наверное, поэтому у них не особо много движа. Второй пост 6-го марта, это в анонсах, в анонсах, потом уже все, уже апрель. Будущие релизы, а, ну это про то, что как они Нансен, видимо, будут улучшать, я даже не знаю, релизом Blast for all members, Token God. Ну то есть они смогут именно, это они рассказывают про свой продукт, который вот так вот выглядит, например, там уже внутри искать BIM, кошельки, что это, это LIDA, ну в общем, Alex, Alex One, ну короче, анализировать кошельки какие-то, которые скидывают, не скидывают. То есть это прикольно, но это же к Альфе не относится, по идее, ну как я это вижу. Собственно говоря, тут, ну, тут вообще невозможно же по названию понять, что это такое, вот Альфа Дилфлоу, ну ладно, тут ты понимаешь, что это предлагают зарейзить на ранних раундах. Кстати, у нас тоже тут Карв тут был, я тут смотрел, у нас тут тоже было у него предложение, ну то есть тут не видно, что прям люди даже несут, он череп один, что это вообще за количество реакций, я не очень понимаю, что за комьюнити такое. Кастом дашборда тут вообще по 30 дней обновлялись, я в шоке. Альфа Ресерч тоже у нас как бы 22 апреля, я снимаюсь еще 20 мая, ну о чем мы вообще говорим. Потом ты как бы должен вроде в чат зайти, вот в Арум, и тут дальше, ну как бы, вообще изначально тоже момент, я просто буду сравнивать со Сквадом, с нашим продуктом, который мы 4 года улучшали и со всех смотрели, что у них самое классное. Вот у них в Арум, это аналог Сквадрума, ну вообще в целом, запомните, в месяц у них 3000 сообщений в Дискорде, а у нас в Скваде 70 тысяч. При том, что у нас нельзя флудить, ты Эропа получаешь, это уже, конечно, сильно о чем-то говорит. Но тут в целом просто смотришь и, ну типа, вот чуть-чуть пролистал уже вчера, они как бы, кто-то кидает твиты, то есть нет никакой структуры, тут вот этот человек работает на сцене, он может работать программистом. Весь прикол, это вообще феноменал, они, да, сейчас строить комьюнити без команды, они говорят, так, вы, короче, разобрались, мы вас приняли крутых всех, вы пишите посты. Ну окей, я кид пришел, начинаешь свои сумки шилить просто в наглую, другим, а как разобраться, можно ли дочеку доверять, то есть нету команды. Я этого не понимаю, у нас по каждому направлению аналитик, который, опять же, если мы видим в чате серьезного человека, мы добираем его в команду, если нам надо, мы увеличиваем количество аналитиков, ресерчеров, чтобы понять, кому доверять. А вот так вот, у нас есть, конечно же, посты от складовца, но вот так это как-то, это странно немножко выглядит. Токен трейдинг, тут вообще, там твит какой-то, там какая-то ссылка, что тут разобраться, а кросс протокол, вот. Ну то есть, типа, как-то выглядит, ну очень сомнительно, и прям впечатляет, насколько мало сообщений, насколько вообще мертвая история, NFT, NFT сэнскрипшены, тоже вот интересно, сколько у них тут. Опять же, нету никого, непонятно вот кто это, и кто эти люди. Я должен типа всех знать, вступить и сразу автоматом знать, что за люди. Были странно, про airdrop, как бы самое живое, я вообще не понимаю, что это такое. Тут это sneakers, airdrop, layer zero, что-то это сообщение. Как вообще, посмотрите, просто, ну вот, если уже про дропы, ну дропы, это же большая тема, объемная. Давайте глянем просто для понимания, как оно в складе устроено, вот можно зайти в, боже мой, в дроп майонеты, есть и в тестнете. Тут смотришь, тут записи со звоном, и что, как работает, и если зайти в чаты, то дроп чаты, потом идет линейная. Agent layer, sui, berachain, blast, layer zero, deploy scripts, то есть как бы по веткам, чтобы можно было не потеряться керам, потому что, ну иначе ты во всем этом забудешься, везде должны быть ветки, если темы обсуждаемы. Если ICO, то отдельно выносится тема какой-то ICOшки громкой, например. То есть это выглядит немножко для меня странновато. Про onboarding тоже, ну и вообще у нас еще Notion, база данных, там, где, которую команда пишет, у них нету людей, они, представляете, блядь, они берут 12 тысяч долларов в год и не берут людей на зарплату. То есть они такие, вы там сами разбирайтесь, мы тут котел заварили с вами, вы все. А типа вот такого не должно быть случайно, что типа как работает про сквад, про правила, про дискорд туториал, как устроена структура сквада, onboarding, все, блин, этим. Чтобы вы понимали, у нас даже видео есть, зайдешь ты вот, ну, типа в этом ноше и зайдешь в дропы, тебя что-то тут не рисуют, боже мой, куда вот, project events, project какие-то интересуют, да, типа. Ты берешь, заходишь в эфир фарминг, тут рестейкин, эфира, циркута, свела, келпа, пафера, ну, короче, чипачка, рака, бласт, там, по всему все отдельно, все написано, ну, как бы люди за это получают конкретно деньги. Как фармить бласт, там, тут есть и видео записали, даже два видео записали, с помощью тандер фармить, и не без этого, то есть все максимально понятно, мод, цирку, ну, опять же, можно посмотреть, что как фармить. Если вам, а, собственно говоря, как выглядит структура фарминга, как надо фармить эфир, потом NGLR, потом ушок к нему, потом L2, в общем, вот так вот можете посмотреть, как это все у нас выглядит. То есть, на самом деле, я просто горжусь именно структурой, потому что это делал, ну, вообще, команда наша делала, я конкретно, кстати, в структуре не так не притрагивался, я больше за другой отвечаю, но насколько все сделано, круто, это просто, ну, а, просто, блин, обнятие этот. И потом ты смотришь, так это продукт, как бы, если что, 2000 долларов в год стоит, и ты смотришь, вот, все вопросы, тут даже риск, приоритет, какой это тип, рестейкинг, посмотрите, насколько все разбито, просто до молекул разобрано. Нету такого, что мы не пропускаем, сейл, если мы не идем, мы разбираем его, у них же тут просто, я даже не знаю, какое, фарминг стебл, типа, за стебл что формите, у них же сообщение 15 марта, они вообще не общаются, ну, типа, у них нету комьюнити, это вот, ну, как бы, это ты просто, получается, платишь 12 тысяч в год за то, чтобы сеть в дискорде, в котором есть другие люди, но в которые никто ничего не работает, никто ничего не пишет. Ладно бы, они этим людям платили зарплаты за эти бабки, потому что за такие деньги можно уже работать в дискорде, национальфа, и они бы давали на весы, но тут, посмотрите, это жесть, тут, типа, ничего нету, какие-то люди что-то пишут. Я, мы серьезно, все команды разбирались, я говорю, да не, не могут быть, я говорю, они это крутой комьюнити, самое известное, ты смотришь, такой, вау, все, это закончилось, это все, вот, войск, чат, у них раз в неделю созвоны, это вот, единственное, что я так понимаю, что хорошее, это прям, главное. Но проблема в том, что у Дабл Топ созвонов 4-5 в неделю, все вынесено, ну, типа, вот, заходишь в анонсе, у них там по анонсам вообще ничего не было, у нас Squad Call, Squad Call, Squad Room, боже мой, этот, новая оконция в команду, созвон по ретро, все четенько подделено, если ты понимаешь, вот, General, то есть, эфир стейкинг, посмотришь, просто, сколько у нас по эфиру, по эфиру стейкинг, у нас, у них столько инфи нету, даже близко, и это пишет команда, а обсуждение уже идет отдельно, то есть, если вам что-то обсуждать по сейлам, заходите в чат с сейлами, есть, ну, чат совсем для новичков, потом для beginner, то есть, тут проходит тест, чтобы попасть с него, и потом, ну, вот же это вообще для старичков, но в Squad Room, вот, посмотрите, просто, что несет в Squad Room, я пока видео писал на 7 сообщений, то есть, вот, смотрите, вот, 19.14 сегодня, тут все сообщения, 70 тысяч сообщений в месяц, да, многовато, ребята, ну, а как по-другому, можно победить в крипте, я не понимаю, я теперь начинаю, я просто, честно говоря, после этого разбора, после того, как мы взяли эту подписку, я стал намного более уверен в себе, в нашей команде, в том, что я говорю, вот, пока что-то это, тут уже по линии, чекер на серж, какие-то вопросы задают, гейминг-чат, давайте, что, по геймингу, пообсуждаем, ну, в топ-топ, понятно, не хочу на нем делать акцент, по вейл, по массе, в нодах есть все, нода, саппорт отдельный, тут тикет создавать, соответственно, в этом плане выглядит как-то по-серьезнее, даже, ну, опять же, ну, база данных, ноушен, я тут не представляю, как это все можно сравнивать, просто со всем этим, ну, то есть, действительно, ты смотришь, типа, ну, давайте, я делаю, по структуру еще покажу, если вот, не понял, в чем суть, это стартер пак, вот, в дабл-топ-сквад, и потом смотришь, что тебе надо, ну, это познакомиться, это все стартер, как все работает, чтобы понимать, потом мейн-холл, project investment market view, general, то есть, это вот настолько выглядит, это должно быть очень friendly, потому что у нас еще отдельно, я хочу по саппорту, у них не то, что у них нет ни команды, ни саппорта, у нас на саппорт отдельное усилие, потому что мы, как бы, все так любим, монобанк, что мы, как бы, стараемся, что вот этот пример, что надо быть, как монобанк, а эти, как будто, хотят быть, как банков Америка, которым саппорт отвечает, там, типа, сутки, короче, весь прикол, потому что, я думаю, вы и так это знаете, что, после войны, оказалось, что Украина, это сервис, сервисный рай, у нас сервис лучший, на заправках, в ресторане, вот даже в складах, это не сравнится с Америкой, потому что, ну, в Америке ты поел, у тебя тарелку, могу не забирать до конца ужина, ты уже счет заплатил, тарелка будет стоять, у нас такое вообще не предусмотрено в маломальском ресторане, тут то же самое, на самом деле, они вообще про сервис, просто не думая, я просто, после этого, я, короче, понял, что все, там, болтов, наверное, на американский рынок пойдет и покажет, что такое склад, это все перевести, у них глаза полопаются у американцев, они такого не видели, конечно, может, им это не надо, но тогда я не понимаю, чем они сейчас, занимаются в хрипте, так, чисто, веселятся, ребят, честно говорю, я бы что-то вам показал, еще раз, просто, ну, нечего, нечего, просто продукт за 12 тысяч долларов, ну, вот они за что-то обсудили, мага и бофа, что-то, у нас математика по всем, везде все расписано, везде, у них просто чатики, а в каналах, кто пишет, что пишет, почему, ты заплатил 12 тысяч долларов, и, наверное, хочешь какую-то информацию получить, или что, ну, ладно бы, тут делфлоу было огромное количество, но он карп, мы сами в карп заносили, на таких же условиях собирали пул, думали, забирать, точнее, и это вообще жесть, на самом деле, вот это все, что у них происходит, по аудитусу, там, что-то, как будто свои сумки машины, это у меня такое впечатление, поэтому, ребят, ребят, честно говоря, если у вас есть какое-то комьюнити, которое, вы знаете, что оно, там, лучшее, и такого вообще нету, ну, типа, какое-то заграничное, американское, ну, индусское, не надо, то киньте, потому что я что-то не слышал, и я вдруг понял, что, ну, типа, у нас даже в Америку, я приехал в Америку, чтобы взять их опыт, я понял, что им надо наш опыт, давайте показывать, так что, как-то так, ребят, ждите открытия склада и вступайте вместе с нами, поверьте, мы 4 года развиваем продукт, вместе с нашей огромной командой, это все не моя заслуга, это огромная команда за спиной, у них нету команду, они просто, они пишут код, они пишут код, он чейнен, видите, как классно, но мы, криптоны, мы ищем на рынке неэффективности, на которых можно заработать, если ты находишь неэффективность, масштабируешь ее и на этом зарабатываешь, а вот так вот, когда ты смотришь ветку просто в дроп, и у тебя пустая ветка, это как вообще, как это работает, мне кажется, так не работает, в общем, ставьте лайк, если вам понравилось такое видео, может, еще какой-нибудь обзорчик когда-нибудь запилю, ну, и помните, что склад открывается в ближайшее время, не пропустите, с вами был Нат, до новых встреч, пока!